Перед тем, как мы будем служить, преломлять хлеб, я хочу поговорить на одну мысль и назову ее «живая связь». Можно было бы сказать «отношение», она тоже будет иметь какое-то место и значимость в этом слове. Мы говорим о том, что каждый из нас с собой устрояет дом духовный. Петр говорит, что мы как живые камни устрояем из себя дом духовный. Слово «живые» и мы понимаем, что если сердце остановилось, то это уже не живой человек. Мы скорбим, плачем. И сегодня я не об этом буду говорить, потому что я не врач, какие-то давать наставления, как заботиться о своем здоровье или еще что-то. Мы все в процессе жизни обретаем мудрость. Я хочу говорить о жизни внутри нас, потому что внешне мы можем быть живыми, мы можем быть очень хорошо религиозными людьми, но внутренне мы не являемся живыми людьми, люди не имеют жизни, той жизни, которая должна быть. Кто-то сказал из Библии, я специально так начал это слово, я живу и вы жить будете. И мы знаем, кто это, кто. И я хочу предложить вам один текст из Евангелия Иоанна, 20 глава, 21-22 стих. На него очень осторожно проповедники стараются аккуратно высказать свой комментарий или понимание. И я тоже буду осторожным. И Иисус же сказал им вторично. Мы знаем, это было время, когда Иисус был распят, ученики собрались в горнице, были в страхе, это естественно. И вот когда Он вторично им говорит, мир вам, Он высвобождает слово. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Здесь все понятно. Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого. Мы знаем о сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы в книге Деяния. Об этом описывается. Сделался великий шум. И на каждом почевал, как огненные языки. И здесь состояние учеников было очень печальное. Но мы знаем, эти истории много проповеданы. И Христос использует такое действие, сказав это Дуну. Иисус в плоти, в теле, но уже воскресшем. И говорит такие слова, примите. Евангелие описывает Духа Святого. И они приняли, что же это было. Ученики были физически живы, безусловно. Никто не сомневается о том, что они были способны говорить, двигаться, делать ту работу, которую делают живые люди, в плоти живые. Но то, что было внутри, их внутреннее духовное состояние, и Он оживотворил их этим действием, потому что впереди их ожидает величайшее служение. Впереди Господь будет брать их в такой удел, о котором мы, пройдя тысячелетия, читаем и не перестаем восхищаться. И многое подчерпываем, и молимся, чтобы иметь это Божье благословение или Божье помазание. Они получили одухотворение. Их внутреннее состояние, если можно сказать, ожило, воскресло, что ли, после того подавленного, печального, омраченного положения, в котором они закрылись в горнице и не знали, что делать. Знаете, я хочу посмотреть на одну категорию, о которой описывает Библия фарисеи. И когда мы читаем о их жизни, то внешне и по закону или по букве они были на высоте. Их знания, их внешности, их учения. Иисус даже сказал о том, что как они учат, слушайте, но как они поступают, не делайте. То есть высота, была ли у них живая связь с Иисусом или с Богом? Нет. Внутренне мертвые люди. И Библия дальше будет говорить, и для нас это слово достигло наших дней, что буква, а что она делает? Она убивает. Дух животворит. Христу нужно было не буквой сказать, ну что это вы тут мне, понимаешь? Три дня меня только нет. Ему нужно было животворить. И сегодня, когда мы говорим, проповедников много, проповедей различных, многообразных много, мы молимся, чтобы сошествие Святого Духа оживило нас Дух. Аминь. Сколько одинаковых молитв. Боже, мы провозглашаем, мы молимся, мы благословляем, мы верим, мы просим, сойди, а порой внутри сухость. А иногда только сказал, Господь, слава Тебе, и реки полились. И мы эту разницу знаем. Будем честными, не правда ли? Когда иногда ты выжимаешь эту молитву, а просто не успел начать молиться, когда слышишь уже, Отче наш, дух жизни, внутреннее состояние жизни. И Евангелие Матфея, 5 глава, 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И это трогательность тех. Знаете, он должен, ну, насторожить нас. Потому что то, что было у книжников и фарисеев, ну, я скажу вам, я по себе скажу, я не дотягиваю. Наверное, тех знаний, того образа, я, наверное, не дотягиваю. Но то, чего у них нет и не позволило им войти в Царство Небесное, это живой связи с Богом. И мы сегодня с вами не просто внешне выполняем, как кто-то бы подумал, ритуал, обряд. Мы выполняем движение жизни. Да, через видимые символы. Книжников, фарисеев того времени, о котором мы с вами читаем, говорим, вот, их основное ударение было, или, если так можно сказать, основной упор на форму и правила. Вот для них была важна форма и правила. И когда мы говорим о сегодня, наших днях, я сейчас не берусь брать какие-то деноминации или религии, послушайте, я не пытаюсь говорить пятьдесятники, там, баптисты, харизматы, православные, нет, 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 я говорю сейчас о внутреннем состоянии церкви, как тело Христа. Вы понимаете или нет? Основная часть, которая была, или основа их проповеди, их влияния, их давления, это сохранить форму и побудить людей жить в правилах, которые в большинстве написаны ими. Мы говорим о духе жизни, и никакие правила мои, они не будут работать, потому что мы живем, познав истину, человек становится свободен, правда или нет? Это несложно понять. Несложно. Поэтому у нас даже собрание одно от другого отличается, у нас есть общая форма, где мы приветствуем, где есть прославление, но вдруг какой-то гость, вдруг какая-то ситуация, вдруг молитва пошла больше, мы способны поменять, потому что мы не стоим на правилах человеческой заповеди. Мы ревнуем и молимся, ищем живого отношения с Богом. Поэтому, знаете, как фарисеев в наше время, как таковых, ну, нету, внешне их нету, но внутренне, если так можно сказать, вот эти состояния или правила, они остались. Они остались. Нужно делать так, иначе не спасешься. Нужно надеваться так. И я не против. Это нормально, когда каждая поместная церковь сохраняет культуру, есть определенный образ, и мы это делаем. Потому что, вот, я со своей культурой приеду в Индию, и они на меня посмотрят, что с тобой. Если они выйдут сюда в шортах за кафедру, мы скажем, что с вами? Ну, поживи в 50-градусной жаре с утра до вечера. То есть, понимаете, но есть состояние, когда так должно быть. И какой дух жизни может действовать? Я был однажды в магазине такой, называется Кабелос. Это в Америке. Их всего несколько. Магазин там обойти его за день невозможно. И этот магазин, именно там, где я был, он был второй по величине, есть еще какой-то штат. А в этом магазине очень много чучел. Они как живые. В принципе, все виды животных, которые есть на их континенте, то есть, все медведи, белые, черные, олени, птицы, даже рыбы. То есть, там потрясающее зрелище. Конечно, когда мой друг говорит, мы поедем в магазин, поэтому рано выйдем, во-первых, далековато ехать было, во-вторых, мы там до вечера будем, потому что у тебя глаза будут разбегаться. и вы знаете, ну, это, во-первых, такое качество вот этих чучел, всего это, но ничего из этого, что я там видел, не было живым. Это не живое, оно красивое, но не живое. Когда мы попадаем в зоопарк или где-то в природе, мы встречаем какого-то зверюшку, птицу, мы понимаем, это живое. То есть вы, ну, какое, какое наслаждение получает человек от живого, и что, какое впечатление от того, что это, это не живое. Поэтому, дорогая церковь, братья и сестры, очень важно соблюдать многие вещи, но более важно иметь жизнь внутри. подобное служение, которое мы сегодня совершаем, оно может перетечь в состояние внешних правил. И поэтому я приму хлеб, я поучаствую в чаше, и как в той песне, каким ты был, таким ты и остался. Но это не так. Это то, чего не должно быть. В Ветхом Завете Бог постановил жертвоприношение, чтобы были определенные перемены в судьбах людей. И люди проходили эти жертвоприношения регулярно, одна за одной, были установлены Богом назначения, и народ шел. Задумка Бога была в том, чтобы народ искал через эти жертвоприношения взаимоотношения с Ним, с Богом. Цель Бога, задумка Бога была, чтобы каждый раз, когда Он приносит жертву, умилостивление, искупление за грехи, это позволит человеку искать Бога по-настоящему, иметь с Ним живые отношения. Во что переросло это жертвоприношение? В обряды. И мы уже потом читаем в Новом Завете, Господь, так написано, крови козлов и тельцов ты не восхотел. Все, это не работает. Правильно ли они делали эти жертвоприношения? Правильно. Все соблюдалось, все выполнялось, но Бог посмотрел и сказал, я больше не хочу крови козлов и тельцов, потому что они выполняют, они совершают жертвы, но сердцем не идут ко мне. Жизнь не такая. И мы говорим об этом, друзья. Сегодня я напоминаю. Позвольте предложить Иеремию 6 глава 20 стих. Для чего мне ладан, который идет из савы и благовонный тростник из дальней страны? Господь задает вопрос. Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Вопрос в чем? Бог всегда ищет отношения, не просто какого-то внешнего. Это многие вещи, которые сегодня очень трудно воспринимаются, но реально жизнь не такова. Я привел вам правила или сравнения, вот, и вы знаете, я вам говорю, что я, у меня много фотографий было с того магазина, там нельзя фотографировать некоторые экспонаты, но ты когда рядом стоишь, если бы это не магазин, а в природу вывези его, поверьте, того грызли, которого я там видел, если бы я увидел о Федюках, я бы без машины в Бараныча быстрее бы добрался, когда он там три с лишним метра, зубки у него, вот, понимаете, ну, настолько качественно, но не живое, мы говорим о вещах живых, еще, пожалуйста, место, и это говорит Господь, мне не надо ладан, смысл от ваших благовоний, и вы с дальней страны, вы тратите много ресурсов, вы такую работу проделываете, а зачем, когда ваши жертвы неугодны, неприятны, смотрите, еще место, и оно очень тоже острое, и абсолютно я просто, знаете, как, ну, так, касательно прохожу через эти тексты, 4 глава, Амоса, 4 стих, идите в Вифиль и грешите, странно, правда, в Галгал и умножайте преступления, почему Бог так расстроился, Бог, что случилось, и смотрите, Амос передает это слово, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня, вы все делаете правильно, и при этом вы умножаете грех, для Бога, это Ветхий Завет, представляете, это не Новый Завет, это Ветхий Завет, сила в том, чтобы жить, жизнь моя не расходилась с моими словами, с моими правилами, можно так сказать, пусть они будут, это необходимо, но моя жизнь должна соответствовать слову, и Бог говорит, здорово, вы каждое утро, представьте, каждое утро приносит жертвы, каждое три дня приносит десятины, все здорово, но нет, подумайте об этом, и я вместе с вами, есть такое медицинское препарат, называется рентген, когда нужно узнать что-то внутри с твоими легкими или еще чем-то, делают рентген. В тот день, когда ушел Элисей, ночью нас разбудили в пять утра, я даже удивился, видимо, они по анализам что-то видели, и не было переводчика, но я уже понимал их слова, что надо делать, мы посадили Элисея в коляску и поехали на рентген, и мы сделали рентген, я видел как они там что-то говорят, потом мы уехали в палату и мы легли спать. Когда Элисей ушел в вечность, и уже был переводчик и совет профессоров, я спросил что случилось, и он говорит, когда мы утром сделали рентген, мы заметили, что сердце немножко увеличилось, но мы не придали значения, а это уже было развитие миокарды, когда мышечная, мышца сердца начала умножаться, и когда уже поняли, ну, было поздно. Понятно, что пути Божьи, но рентген показал, что на самом деле внутри. Если бы мы сделали духовный рентген, вот заглянуть как-то в глубину и посмотреть, что внутри меня, говоря, о моих живых отношениях. Нужно делать эти анализы на основании Священного Писания. Апостол Павел к Тимофею написал, вникай в себя, вникай в учения, занимайся этим постоянно. Пусть Слово Божие всегда проверяет нас. Послание Коринфянам, первая глава, одиннадцатый, первое послание Коринфянам, извините, одиннадцатая глава, тридцать первый стих. Ибо если бы мы судили сами себя, вы заметили, я последнее время этот текст говорю очень много раз, часто говорю, оно тревожит. Ибо если бы мы судили сами себя, делали рентген своей жизни, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Мы испытываем свою жизнь, свое состояние перед хлебопреломлением. Не только в этот час служения, это было в предыдущие дни. Состояние здорового человека, духовно здорового человека, это когда он от служения в служение, от собрания от преломления к преломлению стоит на страже своего сердца. Это очень важно, братья, сестры, очень важно. Иисус сказал Петру, я хочу ноги твои мыть. И Петр воспротивился. Он понимал, кто есть Христос, он понимал, кто есть Петр, как он, но Иисус сказал, если ты не позволишь мне это сделать, то не будешь иметь части. Тогда Петр говорит, о, если это так серьезно, омой меня всего. Иисус снова ему говорит, а мытому нужно ноги мыть, то есть мы живем на земле. Исайя, когда увидел Серафимов и вот этот тронный зал, которые двумя крыльями закрывали лицо, двумя летали, двумя закрывали ноги, возвещали свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы, края рис наполняют храм, все здорово, все потрясающе. И потом он говорит, горе мне. Знаете, наверное, религиозность бы сказала в таком состоянии Исаия, как ты, такого откровения получить невозможно. Ты человек с нечистыми устами, и ты видел Господа, ты видел Серафимов, ты видел тронный зал, не верим. Именно так и было. Он видел тронный зал, он видел Серафимов. Все было так. Именно один из них взял из жертвенника уголь и прилетел к Исаии и коснулся его уст. Именно так и было. Но Исаия в этом переживании говорит, потому что что ты можешь скрыть в присутствии Бога? Но знаете, мы прослеживаем какую-то мысль, кто читает это место Писания? Горе мне, я человек с нечистыми устами. А что он вообще говорит? Я живу среди людей как некое оправдание, да? Позволю, я не беру это за оправдание, просто как рассуждение, просто как рассуждение. Он как будто бы Богу говорит, ну, Господи, так я же живу среди людей, у которых нечистые уста. И знаете, это ничего не изменило. нужен был уголь и нужно было прикосновение. И Иисус Петру сказал, Петр, ты омыт, ты мой, ты во мне другой человек, но ты ходишь по грешной земле, и поэтому тебе нужно омывать ноги. это не вопрос омывения физического люди. Петр говорит о духовных состояниях души и духа. Аминь или нет? И мы живем на земле. Я сейчас бы сказал, ну, кто на этой неделе так напился, что до дома не добрался? Вот вам надо покаяться, да? Или кто сегодня там какие-то грехи страшные делает? Конечно же, пастор, сохрани Бог. Этого не было, нет. Но если я спрошу, кто из вас не согрешал? Иаков быстро с нами разберется, правда? Если ты говоришь, не согрешал, то ты лжец. А потом он говорит, рожденный от Бога, что? Не греши. Так где же середина? А мы тому нужно ноги мыть. Послушайте, дорогая церковь, я хочу попросить вас подняться. Сегодня ту мысль, о котором я говорил, Иисусу нужно было сделать это действие. Он дунул и сказал, примите Духа Святого. Дальше будут другие отношения, время, подготовка, потому что немного дней пройдет и Иисус будет восхищен. Через сорок дней Его не будет, а еще через десять дней обетование Отца уже сойдет на них как личность Духа Святого, та сила, та власть, то помазание, которое сегодня сопровождает всю церковь. Поэтому, братья и сестры, дорогая церковь, может быть, кому-то что-то и резало сегодня в это утро, но это не мои слова. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не просто лишаетесь какого-то благословения, действия даров или участия в служении, это не так страшно, наверное, было бы, но вы не войдете в Царство Небесное. Мы стремимся туда. Мы стремимся туда. Понимаете, сегодня это служение мы научены. Я признаю свою слабость. Я, наверное, чрезмерно строг. Я признаю это. Я чрезмерно строг. По отношению к служению вечерей Господней мне надо быть немножко помягче. Скорее всего, это правда. У меня иногда, я исповедуюсь перед вами, у меня иногда мне так хочется сказать, вот иногда прийти сюда, да, как и сейчас, и сказать, кто не был в посте и молитве, не участвуйте в хлебоприловлении. Ну, я каждый раз, честно, я очень строг. Каждый раз, когда я, у меня несколько раз так подходило, что я уже эти слова держал на языке, а Бог меня останавливает. Я должен ему быть послушен. Я должен быть ему послушен. Игорь, ты не все знаешь, это не ты решаешь, ты только говори то, что я тебе даю. Понимаете, я чрезмерно строг, но пусть это будет для меня лично, в моей жизни, но я хотел бы, чтобы вы поймали мою мысль сегодня. вот и Александр открывал, мы идем в одном духе, братолюбие, любовь, одна и та же мысль, то есть это служение, это не обряд, это не форма, это не правило, в которых мне главное не ошибиться, понимаете? Это не эта форма. Я когда-то занимался золотом немножко, травил, делал разные пробы, и там есть состав кислот, и если перепутать правильную подачу, то сила кислоты даже растворяла золото, и оно выходило в паре. И однажды я потерпел большой урон, банки были литровые, в которых были эти жидкости, и я перепутал их, убирал стол одну в одну сторону, вторую, и много грамм было драгоценного металла, вот, 500, чуть выше пробы, мне нужно было сделать высшую пробу, и я все сделал правильно, я перепутал жидкости, и я заметил только потом очень, очень темный пар, и когда я все закончил, над ней ничего нет, я потерпел урон, понимаете, и когда мы говорим о заповедях, это не просто правильно все сделать, это не просто правильно все сделать, это пропустить верой, это мое сердце, понимаете, да, да, я строг в этом вопросе, да, я требователен, и поймите, я не требую от вас больше из того, чего я как бы не требовал от себя, поверьте, я не могу больше что-то сказать, если я это не делаю, потому что меня вдохновляет Матфей, который передает слова Иисуса, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Небесного, люди, а есть это последняя вечеря Господня. Закроем свои глаза, братья, поднимите слушатели, пожалуйста.